Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Здесь жили поблагодарить за возможность наступления, причем на очень такую интересную тему, о новых дизайнах клинических исследований. Очень веселый, на мой взгляд. На самом деле, все дизайны, которые появляются, они определяются тем, что регулятор начинает выдумывать. И в 2019 году они обновили, а более ранее, в 2004 году, появились рекомендации Афдеи, что они могут регистрировать препараты по ускоренному процессу. Что для этого не нужно делать рандомизированные исследования, достаточно сделать однорукавные исследования. Для этого можно брать суррогатный инпоинт, не надо брать выживаемость. И, в принципе, это подстегнуло всю научную общественность на то, каким образом можно выделить когорту больных, для которых сделать небольшое исследование, препарат зарегистрируется. Это подстегнуло, собственно, к изменению различных дизайнов. Но, что интересно, сейчас уже пошли работы о том, что, возможно, вот этот подход раннего, так скажем, ранней регистрации препаратов по результатам нерандомизированных исследований, однорукавных, хотя там необходимо будет в дальнейшем проводить третью фазу, и в случае отсутствия эффективности регистрацию могут снять, этот момент начинает опровергаться. Одной из последних работ интересна была в том, что авторы взяли все препараты в онкологии, которые были зарегистрированы по результатам вторых фаз нерандомизированных, то есть по результатам или их показаний в определенных субпопуляциях, по вот этому ускоренному одобрению. И мы видим, что за практически 10 лет количество вот этих вот регистраций увеличилось практически на 30%, с нуля в 2010 году до 2019 года до 30%. Однако в дальнейшем авторы посчитали, в зависимости от того, какой эффект был в этих исследованиях, собственно, а если бы это была нормальная работа, да, рандомизированная, с нормальными критериями эффективности первичными, это каким-то образом увеличило бы сроки проведения исследования или нет, потому что у нас часть препаратов в дальнейших третьих фазах просто провалилась. И они посчитали, что для проведения рандомизированных исследований с основным критерием эффективности частота объективных ответов выживаемость без прогрессирования и общей выживаемости потребовалось там 206, 130 и 396 больных. Конечно, это больше, но сроки проведения исследований, собственно, сроки до регистрации, они не сильно бы отличались от того исследования, которое было проведено в нерандомизированном варианте, то есть вот в этом новом дизайне. И, собственно, если брали бы частоту объективных ответов, сроки составили 84%, выживаемости без прогрессированы, совпадение 94%, если показания препаратов по общей выживаемости 80%. Почему такое негативное отношение, по крайней мере у клиницистов, но я не говорю у всех, у некоторых, к тому, к результатам вот этих вот ускоренных одобрений? Потому что когда они идут по нерандомизированным вторых фазам, вот этих новых дизайнов, есть просто вероятность завышения результатов. Мы знаем довольно много работ, которые сравнивали эффективность препаратов во второй фазе и эффективность этих же препаратов в этой же популяции больных в третьей фазе исследования. И обратите внимание, что завышение по показателям выживаемости без прогрессирования общей выживаемости по вторым фазам нерандомизированных было аж на 26-27%. Если брать частоту объективных ответов, здесь все-таки более скромно, но то же самое статистически значимо. Частота объективных ответов во вторых фазах была выше, чем в третьих фазах исследования. И это, собственно, привело к тому, что, например, у нас зарегистрированная иммунотерапия по быстрой регистрации, по этим небольшим первым дробь вторым фазам, которая прошла по некоторым показаниям, она затем провалилась в третьих фазах исследования. И потом по пяти показаниям потом FDA отзывал регистрацию, вы можете вспомнить, и мочевой пузырь, или сама фирма, которая подавала на регистрацию по этому показанию. Поэтому вот к этим новым дизайнам, я сразу говорю и оговариваюсь, нужно относиться очень и очень осторожно во вторых-третьих фазах исследования. Кроме того, тоже интересная работа, она изучала, а как вот этот суррогатный поинт, который мы берем для того, чтобы как бы олицетворять улучшение выживаемости потенциальной, мы берем частоту объективных ответов по ретроспективным данным, полагая, что она коррелирует с показателями общей выживаемости. Что произойдет в исследованиях, если мы ее заменим на нормальный показатель выживаемости, общую выживаемость или выживаемость без прогрессирования? И такое исследование сделали, посчитали авторы этой работы. И обратите внимание, если бы это была третья линия, четвертая линия лечения, в которых как раз в 50% в этой работе шло ускоренное одобрение препарата FDA по нерандомизированным исследованиям, то здесь статистической разницы в длине, опять же, самого исследования не произошло, если бы они заменили частоту объективных ответов на более релевантный критерий эффективности. Выживаемость без прогрессирования для третьей и четвертой линии это еще оптимально общая выживаемость пациентов. Поэтому здесь, конечно, ко всем этим новым подходам нужно относиться очень и очень критично. Ну а теперь переходим, собственно, к теме нашей лекции. Разработка онкологической препарата и новых дизайн-исследований. Начнем с первых фаз. Что изменилось? Мы, в основном, стали сейчас в новой, так скажем, эре исключать вторые фазы исследований. У нас очень много работ, которые идут. Первая, дробь, третья фаза исследований по причине того, что уже в первых фазах мы ищем популяцию больных, которая отвечает на данный вид терапии. Раньше мы давали химиотерапию всем рефрактерным, смотрели, как переносится. Во вторых фазах смотрели уже сигналы эффективности, а в третьей уже сравнивали с сантандартом. Вот здесь мы вот эту вторую фазу переносим на первую. В расширенных когортах мы уже смотрим сигналы эффективности в определенных субпопуляциях. И это нам позволяет, опять же, убрать вот эту ненужную вторую фазу. Что нового произошло? Вышли рекомендации FDA о том, что, например, как проводить исследование, если у вас в первых фазах или в вторых фазах идет комбинация препаратов. В некоторых ситуациях, интересно, это сразу вспомнились некоторые экспертные советы российских фармкомпаний, некоторые молекулы в монотерапии не показывают никакого эффекта. Они точно работают только в комбинациях. И стал вопрос, а нужно ли проводить для этих молекул первую фазу отдельного исследования? И на самом деле, если мы откроем рекомендации FDA, и если есть предпосылки о том, что да, оба компонента эффективны, нужно проводить первую фазу отдельно для каждого из компонентов. Если же мы знаем, что данная монотерапия неэффективна, то да, есть этическое оправдание тому, что можно делать первую фазу на схеме сразу двумя препаратами. Но вы должны представить четкое обоснование данной фармакокинетики и биомаркетам предклинических, чтобы было какое-то оправдание тому, что вы не идете по разделению первых фаз. И во вторых фазах, соответственно, три варианта сценария, исходя из того, оба компонента работают в схеме, либо работает только комбинация. Первый сценарий, опять же, они требуют лучше сравниваться стандартно, потому что вы используете комбинацию, и вы не будете знать, какой из компонентов что дает. Если оба компонента работают отдельно, группа А сравнивается с группой Б, то есть первый компонент со вторым, третья группа должна представлять оба комбинации, четвертая группа – стандарт. Если стандарт активен, вы еще должны комбинировать со стандартом. То есть это многорукавное исследование. И это, собственно, тоже определило изменение дизайна, что у нас очень много рукавов бывает в первых и вторых фазах исследований. И на эсме этого года интересную работу представили о том, а как вообще идет совпадение или соответствие тем первым рекомендациям FDA проведение первых и вторых фаз в онкологии клинической. И оказалось, что на самом деле, если мы берем таргетную терапию или комбинацию, одним из компонентов является таргетный препарат, то практически в 30% даже не было биологического обоснования того, что комбинация будет работать, что требует, собственно, FDA. Должна быть предклиника, доказывающая, что комбинация работает. Это было в меньшей степени 20% для иммунотерапии. То же самое, неполные предклинические данные были, опять же, для таргетной терапии отсутствовали 31%. И отсутствие биомаркеров, даже когда речь идет не только о иммунотерапии, а о таргетной терапии, вот в этих первых фазах исследований отсутствовало у 60% исследований. Это очень и очень большой процент, потому что мы понимаем, что если вы создаете таргетный препарат, он все-таки направлен на определенную мишень, и все-таки нужно искать какие-то фармакодинамические маркеры эффективности данного препарата. Но обратите внимание вот на эту строчечку. Половина исследований первых фаз была не классического дизайна 3 плюс 3. То есть уже сейчас, по сути, так тихонько произошла революция. Вы привыкли, что первые фазы исследований в классических вот этих вот движениях, они идут в варианте 3 больного включаем, нет токсичности дозы лимитирующей, следующую когорту 3 пациента включаем, если один случай, мы добавляем 3 пациентов на первую когорту и так далее. Это очень затягивается. У нас на самом деле небольшое количество больных, чтобы оценить реальную токсичность препаратов. Это затратно по ресурсам. У нас было исследование с 22 дозовыми когортами первой фазы, которые вот уже со скрипом закончили и набрали, которое длилось лет 7, наверное, ну и доказать, что препарат не работен. Но есть альтернативные подходы, которые стали использоваться в настоящее время. И вот эти 50% в том исследовании первых фаз, это вот как раз они. Они основаны на том, так называемой Байевской теории, о том, что мы можем прогнозировать математическими моделями создавать, чтобы прогнозировать возникновение дозы лимитирующей токсичности на следующем дозовом уровне, исходя из того, как пациенты перенесли лечение вот на первом дозовом уровне. И это определяет нам, нужно ли нам дополнительно включать еще больных на этот дозовый уровень, или сколько нам нужно больных на следующий дозовый уровень. И в качестве примера можно привести эту статью, которая, собственно, вот эти все альтернативные дизайны и классические дизайны делит на три варианта. Это вариант первых фаз, основанный на определенном алгоритме, когда мы уже, скажем, на берегу создаем определенные правила, что у нас столько-то больных в первую когорту, столько-то во вторую, столько-то в третью, это у нас доза лимитирующая токсичность, столько-то случаев, мы переходим на следующий уровень. То есть есть определенные правила, которые мы в протоколе прописываем. Есть вариант, основанный на создании модели. Вот этот вариант интересен тем, как раз, что мы не знаем, сколько больных будет в исследовании, Мы не знаем, сколько больных будет на следующем дозовом когорте. Это все решается в процессе исследования. А второй вариант, это такой промежуточный, когда у нас есть определенные правила, что, например, мы будем считать максимально переносимой дозой, если у нас 20% вероятность достижения ДЛТ, дозы лимитирующей токсичности, будет у 20% больных. Это мы определили изначально. А вот сколько пациентов будет в дальнейшем, будет лишаться в процессе лечения. И в качестве примера можно, например, вспомнить известный всем нам препарат DX895F, более известный в простонародье, как тростозумабодеротоксикан. Его первая фаза была проведена как раз по альтернативному дизайну. Применялся модифицированный вариант метода непрерывной переоценки для решения вопроса об эскалации дозы. То есть трое пациентов включались в первую дозовую когорту. Если наблюдалась токсичность менее второй степени, следующий пациент включался на следующий дозовый уровень. Если у него одного не было токсичности, но вот это, как правило, первые три недели оценка острой токсичности, то мы не добавляем еще двух больных к нему. Мы следующего пациента в третью дозовую когорту вносим. А вот если у этого пациента была токсичность второй степени, мы уже расширяем эту когорту. И так постепенно-постепенно когорты обновлялись. Обратите внимание на количество больных в каждой когорте. Здесь не 3,6,3,6, а 3,4,10,4,6,7. То есть мы уже не привязаны к этому 3,3 дизайну. И вот такой подход титрации дозы, он делает более безопасным препарат для последующих исследований. Более точно определите максимально переносимую дозу. Я удивился, для рибоциклиба первая фаза тоже была проведена по альтернативному дизайну, но здесь применялся такой сложный вариант адаптивной байрисовской модели логистической регрессии, включая принцип эскалации дозы с контролем передозировки. Я вас вот прям сразу посылаю, собственно, к источнику. Вы можете сами спокойно провести вот этот вот анализ. Но когда я вот это смотрю, у меня вот такая реакция. Я не математик совсем. Я это, наверное, конечно, смогу потратить месяц на это и что-то посчитать, не факт, что это получится правильно. Поэтому, благо, есть платформы онлайн, бесплатные, где вы можете использовать, ну, собственно, все математические модели для каждой из этих альтернативных первых фаз расчета, возможности развития DLT на каждой дозовой уровне включены. И вы можете спокойно этим пользоваться. Выбираете оптимальный для вас вариант. А дальше, хорошо, если рядом с вами есть статистика, и он этим владеет. Если нет, пожалуйста, вы обычный клиницист, можете использовать такой вариант. Но это все было интересно для химиопрепаратов. Потом появились таргетные препараты. Как они изменили дизайны и подходы проведения первых фаз исследований по причине того, что на таргетной терапии у нас спектр токсичности совсем другой. Есть мишень определенная, эта мишень в разных органах присутствует, и мы ожидаем либо дерматологическую токсичность, офтальмологическую токсичность, повышение давления и так далее. И что интересно, что вот эти токсические реакции, они возникают не только на первом курсе, как мы привыкли в первых фазах оценивать острую токсичность, доза лимитирующую токсичность, но и в последующем. Вот когда собрали несколько исследований двух клиник Великобритании и Франции и посмотрели, собственно, таргетную терапию, то оказалось, что доза лимитирующая токсичность, практически 3-4 степени, не гематологическая, она в половине случаев была как раз не на первом курсе, а была осроченной даже на 7-10-11-20 курсах. И это привело, опять же, к изменению подхода выбора дозы по результатам эффективности первой фазы. Обратите внимание, у нас есть острая токсичность, которую мы оцениваем на первом курсе, она нам нужна для того, чтобы понимать, открывать следующий дозовый уровень или не открывать, а есть хроническая токсичность. И после того, как вы завершили лечение и вроде как максимально переносимую дозу выбрали, дальше вы сравниваете токсичность на первом курсе и хроническую токсичность. Исходя из этого, уже определяете, какой дизайн следующего исследования будет. Либо вы, если у вас идет несовпадение дозы лимитирующей токсичности и максимально переносимой дозы по результатам острой фазы и хронической фазы, тогда, по правилам, вы должны делать расширенную когорту в первой фазе по двум когортам, двум дозовым уровням, которые спорны, либо делать вторую фазу, опять же, с двумя дозовыми когортами. И интересный тоже подход, альтернативный вариант первой фазы был на мапе буквально месяц назад представлен в Конгрессе, оценка, так называемая, поздняя первая фаза. Вы включаете в первую дозу в уровне 6 пациентов, если все хорошо, доза лимитирующей токсичности второй степени и выше не было, вы этих больных переводите на следующий дозовый уровень на втором курсе. Вы исключаете их, не оставляете на этой низкой дозе, вы им повышаете дозу, и они войдут в анализ переносимости, и параллельно открываете новую когорту на этом втором уровне. То есть у вас вот эти 6 пациентов перешли на второй дозовый уровень, и новые 6 пациентов стартуют со второго дозового уровня. Опять же, через месяц вы переоцениваете, если что, повышаете дозу, и у вас уже на третьем уровне будет не 6 человек, а 12 человек. И вы тем самым накапливаете к концу данного исследования большое число пациентов, чтобы оценить хроническую токсичность, что очень актуально не только для таргетной терапии, но, как мы знаем, для иммунотерапии, где на самом-то деле получить дозу, лимитирующую токсичность по результатам первой линии, очень сложно. Если мы возьмем первые фазы, то обратите внимание, только на эпилемумабе была достигнута максимально переносимая доза, и, кстати, не было четкой взаимосвязи эффекта и дозы препаратов. Ну и, собственно, это привело к тому, что первые фазы для химиопрепаратов, таргетной терапии и иммунотерапии, они будут отличаться. Ну, переходим ко вторым, третьим фазам, опять начинаем с классики. Классически у нас вторая фаза, это может быть однорукавное исследование, либо рандомизированное исследование, сравнительное и несравнительное. Все определяется от того, какой вы критерий эффективности используете, объективный ответ или это выживаемость, или же вы используете комбинацию либо монотерапию. Если у вас монотерапия, да, если вы дадите таблетку и опухоль уменьшилась, вам, собственно, контроль может и не понадобиться. Вы можете однорукавный вариант исследования провести. А если у вас комбинация, вы не знаете, какой компонент сработает, обязательно сравнительное исследование. Если это выживаемость, на этот показатель многие факторы действия, опять же выбираете рандомизацию. В качестве примера, альтернативный, такой даже стандартный альтернативного варианта, когда вы напрямую оба режима не сравниваете, а смотрите, какой из них достигнет запланированного вами эффекта. Да, мы даем индукцию химиотерапевтическую до химиолучевой или консолидацию после химиолучевой, и смотрим, какой из групп достигнет 25% полных патоморфозов. Выигрывает тот, кто достигнет. Напрямую никаких ПИ в этой работе, сравнивающей это и эти режимы, не будет. Это ПИ будет в сравнении с вашим стандартом, который вы заложили гипотетически в статгипотезу. Поэтому по этим исследованиям тоже делать определенные выборы. Но вся магия во вторых фаз заключается в том, что в последние годы появились адаптивные дизайны. Раньше, когда начинался конгресс в 2004 году, когда я первый раз посетил онкологический конгресс, для меня основная мысль, которую доносили лекторы с трибуны, это о том, что ни в коем случае нельзя менять дизайн в процессе исследования. Если поменяли дизайн, все, никакие выводы не правомочны. Мы не можем верить этим исследованиям. Это очень плохие работы, и не будем на них ориентироваться. А теперь основные вторые фазы с адаптивным дизайном, которые могут менять группы сравнения, могут исключать определенные популяции из критерий включения, могут пересчитывать статгипотезы в процессе исследования для того, чтобы опять же доказать, что ваша молекула работает. В качестве примера самый простой вариант адаптивного дизайна. Вы стартуете с трех рукавов, промежуточный анализ делаете, выбираете два наиболее эффективных, и в третью фазу уже идете сравнение этих двух наиболее эффективных подходов. Вот этот вариант – это адаптивный дизайн. Такого раньше делать было нельзя, но раньше я имею в виду лет 15 назад. Второй вариант – энричмент дизайн. Вы можете определенную когорту брать. Вы провели исследование, у вас было, предположим, несколько подгрупп пациентов, анализировали их в промежуточном анализе и поняли, что выигрывает какая-то одна подгруппа. И вы решили, а вот да, действительно, зачем мы будем ухудшать наши результаты, давайте теперь их будем набирать. Вы пересчитываете статгипотезу уже на тот эффект, который был получен при этом субанализе, и уже концентрируетесь на включении именно этой подгруппы больных. И результаты у вас будут исследования именно на этой подгруппе больных. Еще один вариант с промежуточным анализом, адаптивным дизайном, который очень любят в прецензионной онкологии – это двустадийные дизайны Симмонса, Флейминга, которые позволяют включить небольшое число больных, посмотреть, есть эффект или нет. Если нет эффекта, от запланированного количества закрывается когорт, и если есть, дополнительно включаются препараты. Это тоже адаптивный дизайн, их отлично применять в небольших клиниках, где нет доступа к проведению рандомизированных исследований. Но и отдельные песни и танцы – это биомаркеры в онкологии. Самая проблема биомаркеров – это путаница между прогностическим и предикторным их значением. Пример. Циркулирующие опухолевые клетки. Прогностическое значение. Чем больше клеточка плавает в кровушке, тем меньше живет пациентов, независимо от стадии нозологии и так далее. Известный факт. Вопрос. Как это влияет нам на клиническую практику? Должны мы менять наши подходы? Рандомизированные исследования при раке молочной железы. Изменение терапии, исходя из динамики циркулирующих опухолевых клеток, не приводит к улучшению лечения по сравнению с продолжением терапии. Вот основная путаница. Это просто прогностический маркер. Он не является предиктором эффективности какой-то терапии, предиктором того, что нужно изменить лечение, вы получите эффект. Вот здесь нужно четко понимать. И это, когда у вас биомаркеры в диссертационных работах, клинических исследованиях определяют и специфические дизайны для биомаркеров. Они здесь все представлены. Вы можете делать дизайн, опять же, энричмент, обогащение. Нет маркера, этих больных не включайте. Если есть маркер, их рандомизируете на лечении, исследуемой стандартной терапии. Вы можете проводить стратифицированный по маркеру дизайн. Нет маркера стандарт лечения или новое лечение. Есть маркер стандартное лечение, новое лечение и так далее. Поэтому эти варианты нужно четко понимать, когда вы планируете исследование, чтобы доказать, что у вас маркер является, так скажем, показанием к назначению определенного лечения. Всегда должна быть группа контроля, а еще лучше такая же лечение и контроль в группе отсутствия маркера. Вот тогда вы докажете, что действительно есть предикторное значение. Ну и, конечно, классика. Это новые дизайны в пренцизионной онкологии. Корзинки. И зонтики, и вот эти платформы, они довольно легки к пониманию. Корзинка. На самом деле у вас разные опухоли, но объединены определенным значением. MSI, RED, НТРК. Вот все выбрасываем и даем одну молекулу. И все должны хорошо ответить одинаково. Зонтик, у вас одна опухоль, но разные альтерации, для каждой альтерации свое лечение. Ручка одна, спицы разные. Это зонтик. Платформа вообще классика. Интересно, я потом скажу, если я успею, меня не выгонят. Вот, если мы посмотрим на варианты корзинки, да, это работает для НТРК, для РЕТ, MSI, вот здесь приведен список этих исследований, которые идут. То есть, либо привязки даже к определенному маркеру, либо уже в более таком агностическом варианте, когда даже маркер не нужен. Всем опухолям давайте давать определенный препарат. Но это уже другая лекция, будет и не мной прочитано. А если же мы говорим о варианте амбрелла стадии, то на самом деле она довольно интересна, потому что очень большое количество исследований провалилось. Сразу негативные результаты в этих исследованиях. В качестве примера могу привести кишку, индукция, контроль болезни и в зависимости от альтерации больных рандомизировать на лечение исследуемой группы, характерные это альтерации, либо же на контроль болезни. Берав мутацию, пробовали берав ингибиторы с химиотерапией, в поддержке не сработало ничего. Ну и конечно вот эти платформы, это вариант, когда мы используем так называемое, опять же, дизайн обогащения, и мы смотрим так называемое окно возможностей, если можно так перевести. Это вариант, когда опухоль еще не лечена. То есть самое вот приятное для исследований, опухоль ничем не изменена, она наивна. И вот тут мы можем экспериментировать, это вот классические подходы для предоперационных вариантов назначения терапии. Молочная железа, пример, легкая, прямая кишка. Вот здесь мы можем назначать определенные препараты, биомаркерам, подобранные по маркерам. Коротный промежуток ответа, быстрый эндпоид, патоморфозы, да или даунстейджинг, снижение стадий. И это нам позволяет говорить о том, что вообще этот подход реализуется или нет. В качестве примера кишка пробовали после примесно распространенного варианта различные подходы к комбинации химио-лучевой, там с иммунотерапией, с таргетной терапией и так далее. Провалилось, не сработало. Еще один это платформный дизайн для больших опухолей, часто встречаемых. Это исследования, которые дят с десятилетиями. Это вот есть в сердечно-судестве. Михаил Ройчин, мы очень бесконечно рады слушать, но у нас уже тайник. Все, а я, собственно, и не буду больше ничего говорить. Смысл в том, что последняя часть лекции, она была готова. Еще один момент, который внес FDA, это вариант применения множественных первичных контрольных точек. То есть раньше мы привыкли, что у нас одно должно быть улучшение, там, ПФС, объективный ответ общей выживаемости, а теперь у нас патоморфоз полный и безинвазивная выживаемость. И это, собственно, определяет изменение подходов. Во-первых, это нужно большее число больных. Почему это возникло? Потому что патоморфоза мы достигли, а вот выживаемость, несмотря на транспективные данные, не достигли. И, соответственно, этому количество больных больше, там, письки жается, но это свои моменты. Но, собственно, сейчас, когда речь идет о вот этих исследованиях с реализацией окна возможностей предоперационных, вот там обязательно должно быть два эндпойнта. Ну, спасибо за внимание, тоже совсем за это.